Боевой путь лейтенанта Ивана Разуваева. 73 года он считался без вести пропавшим. И сейчас сын узнал о судьбе и подвиге отца. Заполнить еще несколько пробелов в летописи Великой Отечественной войны удалось благодаря рисункам военного картографа. В карандашных набросках история эскадрона, который держала оборону у города Севска. Что заставило военного картографа Геннадия Бабикова в перерывах между боями рисовать портреты сослуживцев, сейчас уже, наверное, не вспомнит никто. В этой архивной папке история войны в лицах. С пожелтевших страниц смотрят бойцы 9-го гвардейского кавалерийского полка. На каждом рисунке рукой художника обозначены фамилия солдата, звания и награды. На портрете лейтенанта Ивана Разуваева, дата, когда был сделан рисунок, и рядом пометка «убит в бою». Между двумя строчками всего 22 дня. Тогда полк вел бои за освобождение Брянщины у города Севска. В лесах здесь до сих пор лежат останки погибших бойцов, кавалеристы, танкисты, мотострелки. Этот памятник летчикам бывший военный Георгий Крючков сделал своими руками. Винт от самолета подняли из земли, кабиной стала глыба кварцита. На памятной доске 24 фамилии. Их удалось установить по номерам наград, которые нашли вместе с героями. Медаль за отвагу. И вот по этому номеру мы нашли родственников. Узнали, что это медаль Кириллова. Вот он Кириллов. Здесь в каждой деревне братское воинское захоронение. В местном храме колокола и снарядов для Катюш, которые поисковики нашли на местах боев. Летом 43-го года эскадрон лейтенанта Ивана Розуваева держал оборону здесь, недалеко от Севска, рядом с хутором Марицкий. После жесточайших боев коней в эскадроне не осталось, а подкреплений не было. И поэтому кавалеристы сражались как простые пехотинцы. С винтовками, гранатами и противотанковыми ружьями. В одном из боев им удалось подбить пять танков и уничтожить 120 солдат противника. За бои под Севском Розуваев был награжден орденом Отечественной войны первой степени. В 43-м бои в Севске шли за каждую улицу и каждый дом. Нередко между нашими позициями линия обороны противника была не более 50 метров. Рассказывают, что даже колодец с водой был один на всех. До обеда воду брали наши солдаты, потом немцы. По устной договоренности было решено, что женщин не трогать, если они ходят за водой, не трогать. И немцы умудрились моментально перестроиться, стали одеваться в женские одеяния. Но наших-то солдат не проведешь, они походку видят, идет женщина или мужчина. В местном музее нам показывают несколько рисунков Геннадия Бабикова. Но ни на одном из них лейтенанта Розуваева нет. Нет такой фамилии и на воинских захоронениях. Нас направляют в соседнюю Орловскую область, деревню Олехина. Действительно, в конце 40-х годов здесь почестями были перезахоронены останки из разных братских могил. Среди имен павших бойцов и фамилия лейтенанта Розуваева. Третий список слева. Поселка Варки, у которого погиб лейтенант Розуваев, сейчас уже нет. Он ищет с карты в середине 50-х. И дорога, которая туда велась, сейчас просто теряется в лесу. О том боя известно немногое. Кавалеристы получили приказ о наступлении, но их внезапно встретили немецкие танки. Завязался неравный бой. В эскадроне лейтенанта Розуваева не выжил никто. В архивах нашлись и данные о боевом пути героя. Родом из Сибири, воевал с японцами на озере Хасан-38. После долгих поисков в интернете удалось выйти и на его родственников. Из московской гимназии Марьина Роща, где в музее имени легендарного кавалерийского командира Льва Даватора и хранится большая часть рисунков, оригинал портрета лейтенанта Розуваева наша съемочная группа везет в Уфу. Владимиру Ивановичу Розуваеву сейчас 75 лет. Ему было всего 8 месяцев, когда отец ушел на фронт. На память осталась старая фотография и извещение о том, что лейтенант Розуваев считается без вести пропавшим. Эту неточность суждено исправить только сейчас, спустя 73 года после гибели героя. Вы можете гордиться отцом. Орден отечественной первой степени. Погиб он тоже геройский. Когда в 43-м он приезжал, говорят, что я так ходил между ног у всех. Когда меня спрашивали, кто приехал, я говорю, дядя, папа. Все. Можешь ничего не помню. Владимир Иванович рассказывает, что его мать до последнего дня ждала мужа с войны. Верила, может попал в плен, выжил и вот-вот вернется. Сам он всю жизнь проработал геофизиком. Воспитал сына и дочь, у него пятеро внуков. Владимир Иванович долго не выпускает рисунок из рук. Вглядывается в лицо отца, словно стараясь сейчас прочитать ее в глазах то, что не успел спросить при жизни. Спасибо всем поисковикам. Большая от меня благодарность. И не только от меня, от многих, что они делают такую работу. Работа над архивом художника Бабикова только началась. Всего в папке более ста портретов. Бессмертный полк, который ждет своего часа, чтобы выйти на парад. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Владимир Бокарев, Андрей Лесных, Мария Левченко. Первый канал. Севск. Олехина. Уфа.